Владимир Андреевич Сигарев родился 14 июля 1926 года в селе Малиново Воронежской области. Успел окончить только шесть классов и, как многие мальчишки военных лет, рвался на фронт. В 1942 году Владимира отправили на Курскую дугу. Было ему тогда 15 лет. Я окопы рыл, да, везде похоронки были, отвозил в госпиталь на коровах. Так что во время войны самолеты налетят немецкие. Ярочи, а этот раненый лежит и заболевший берет в лес с дороги. Всякое бывало. Гоняв коров, мясо же не отправишь, вот эта Курская дуга, вот эта же под Прохоровкой, туда скотину водил. Ну не я, конечно, постарше, лесом, лесом и сдавали. На бумажку такую, что принял. В 1943 году боец Владимир Сигарев был отправлен на Дальний Восток, в 57-й стрелковый полк. Призвали меня туда, кинячие вагоны, двухъярусные, вот, и покатили. В Алексеевке сел я и до Волево-Герестока. В Амурскую область я приехал. Партизанская роща, казармы были пустые там, все на Солеграду шли. В одному солдату оставили, которые там уже такие, что как вроде караулили. Ну, призвали туда. Сразу минометчиком меня поставили. Ротный миномет такой, 50-ти литровый. И с ним я и в Японию пошел. С этим самоваром. Важнейшими стратегическими задачами, стоявшими перед советскими войсками на Дальнем Востоке, был разгром Пантутской армии и освобождение от японских захватчиков Маньчжурии и Северной Кореи. Через Амур переплыли. И сразу тут японцы нас встретили. И мы их в Ториске и погнали. Ну, и везде, и зоты, и зоты. Все окружаем. И погибло нашим. Припомнил Владимир Андреевич военный эпизод. В бою он был ранен и потерял сознание. Когда очнулся, наших уже не было. А его окружали японские подростки. А я, наверное, сознание потерял. Они меня будили, я не знаю, как они будили меня. Я устал, а тут японские бегают. Поэтому... А я же вооруженный. У меня две гранаты. Вот. Винтовка со мной. Вот. Лоток, правда, со мной. Это все у меня было. И коробка, патрон. Вот. Триста или сколько там было, я забыл уже. Ну. Я на этих ребятишек. Я говорю, я, боже мой, боже мой. Она, боже мой. Гранаты. А вижу, машины идут. После войны Владимир Андреевич прослужил в армии еще 26 лет. Сейчас о нем заботятся внуки и правнуки. На День Победы нашего героя пригласили в Кремль. Игорь Чернышев, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести». Продолжение следует...